Музей 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 Ну, я бы так сформулировал, что такое музей. Это такое учреждение, да, которое, а, сохраняет историко-культурное наследие, раз, б, изучает, что вы не сказали. Я говорила. А во всяком музее есть люди, научные сотрудники, вот их, скажем, вот вы, возможно, туда и пойдете, между прочим, если это не выбросите из понимания этого музея. Музей изучает, сохраняет, изучает и пропагандирует. Ну, как-то вы так представляете, вы представили, да, мы хотите, смотрите, хотите, а нет. Ну, не просто же, музей же, он активную роль такую выполняет, и пропагандирует, да, то есть он рассадником, вот, так сказать, культуры выступает. А не просто таким, я скажу, ну, придете, так мы вас не выгоним. Тем более у нас есть билеты, платите деньги, приходите, смотрите. Хорошо. Да, я скажу, а для тех, кто бедный, приходите ночью, поэтому у нас ночь музеев. Там вам бесплатно. А кто не бедный, приходите днем. По идее-то музеи должны быть какими-то, если мы хотим пропагандировать, нужно, так сказать, тормозить это общение с историко-культурным наследием. Какие-то препятствия ставить в виде, так сказать, высоких цен на билеты, или наоборот, надо убирать эти препятствия. Но доплачивать не обязательно за то, что туда идешь, а бесплатно-то надо бы сделать, конечно. Ну, какие-то там формы бесплатности есть, например, там, для детей, потом для этих самых бабушек, дедушек, с детьми из пенсионеров, что они могут вводить хоть детей, и для этого они где-то вот это убрать. Ну, хорошо. То есть мы вот такое осмысление, более общее, оно позволяет решать и такие вполне специфические задачи, потому что это один из таких способов посмотреть на предмет с неожиданной стороны, с другой, и получить более прочный результат. Поэтому мы этим будем и дальше заниматься. Мы с вами рассмотрели очень кратко историю философии, прямо дошли до наших дней. А сейчас некоторые вот крупнейшие проблемы какие, или направления философии еще рассмотрим. Вот первый вопрос, который мы будем рассматривать сегодня, это антология. Антология. Что это такое антология? Философская антология. Антология – это учение о бытии как таковом. О бытии. Поскольку это вот категория бытия, с нее вообще начинается философия, то никогда не кончается выяснение того, что такое бытие. Это всегда является предметом рассмотрения, и по этому поводу до сих пор споры не утихают научные. У нас есть кафедра. Если вы подниметесь, вам уже подниматься, не надо. Дойдете до студенческого деканата и за угол завернете. Это кафедра антологии и теории познания. Там сидят люди, которые изучают бытие. А мы вроде как не бытие изучаем, а они вот бытие. Так что вот такая интересная штука. Со времен античности в философии различают бытие и сущее. Вы различаете бытие и сущее. Вот вы различаете хлеб и хлеб насущный. Или нет? Зачем употребляют слово «сущее» и что хотят этим сказать? Вот предмет, который вы держите в руках, он есть. Он, даже если вы не будете его держать в руках, положите его в портфель. Или положите его в сумку. Он все равно будет тот, который есть. Вы можете оставить его дома. Он все равно есть. Правильно? Вы можете его дать мне подержать. Все равно есть. А вот сейчас он у вас непосредственно перед вами. Вот то, что есть непосредственно, то сущее. То есть мы различаем между тем, что есть, и что есть непосредственно. Вот у каждого есть желудок человека. Он не дан непосредственно, правда? И в общем никто к этому не стремится. Хотя, когда делают какие-то операции серьезные, иногда получается так, что вот скрывают брюшную полость и непосредственно делают операцию, там, резекцию желудка. Да? Вот она вон тсущая. Поэтому вот в антологии различают то, что есть, и сущее. Вот, скажем, непосредственно сейчас три студентки здесь. А есть в этой группе сколько? Девять? Видите, разница есть. Между... А они же тоже есть. И нельзя сказать, что их... Почему их нет? Это тоже неправильный постановок. Как нет? Они есть. Кто сказал, что их нет? Нет, нельзя так говорить. Я как философ не могу сказать, что этих студентов нет, студенток. Есть они. И один студент даже показывался здесь. Тем более, что они все появятся у меня на экзамене. А экзамен – это такая штука, когда никуда тут не денешься. Либо ты появишься на экзамене, либо ты больше не есть в университете. Правильно? Тут очень прост вопрос решается. Потом, тут у нас, как сказать, идет такое демократическое обсуждение. А на экзамене какая там демократия? Никакой демократии. Сурово выслушают, что вы скажете, и поставят вам оценку. И никакой дискуссии нет. Некоторые надеются, что они, если что, они пожалуются. Ну, будет, если пожалуются, создана будет комиссия. Вот в комиссии будут ваши друзья или мои друзья. Поэтому давайте будем реалистами. Давайте будем на это смотреть. Надо готовиться. Не думать, как улиц дуть от подготовки, а думать о том, как освоить предмет. Тем более, что предмет этот важный и всем нужный. Еще никто от того, чтобы изучить философию, от этого не проигрывал. Все выигрывали. Иногда кажется, что это дополнительная трата времени. Хотя вот сегодня мы уже в самом начале убедились, что музеологи, причем это уже второй же у вас курс. Пора уже знать, что такое музей. Причем как-то красиво это оформлять. Что музей – это такое общественное учреждение, которое А. Сохраняет историко-культурное наследие. Б. Изучает историко-культурное наследие. И пропагандирует историко-культурное наследие. Ну тогда вы всем нужны. То есть вы как-то о себе-то красиво-то скажите. Это вот то, что вы называли представление. Ну себя-то вы должны представить. Я же не говорю, кто такие философы. Я спрашиваю, кто такие музеологи. Вы должны представить себя красиво. Ну как бы все девушки прихораншиваются и так далее. Но они в смысле выступлений должны быть тоже в этом смысле вооружены. Так что это необходимо. Ну вот мы с вами различаем между тем, что есть. И то, что есть, называется бы те. И сущие. Вот и поэты иногда употребляют отпуск. Пусть назовет меня всяк сущий, в нем язык. Где? В нем? В народе, да? Язык какой? Язык. То есть любой национальности представитель. Всяк, который есть, который у нас на самом деле есть вот в России. И назовет меня всяк сущий, в нем язык. Сущий. Мы говорим, поэтому хлеб насущный. Это не тот хлеб, который вам нужно купить, и который будет лежать у вас там долго. Или заготовить хлеб, он не насущный, который заготовлен и находится на складе. А вот хлеб, который у вас на столе и который вы сейчас будете потреблять, столовый, это насущный хлеб. А остальное не насущное. Так. Ну вот, тем более, что то, что в запаснике, то не насущно. А то, что выставлено на обозрение, это насущные вот эти ценности. Так, идем дальше. Сущие, то есть непосредственно бытие. А бытие – это, как вот антологи считают, что это причина самого себя. Раз это самая простая категория, не надо искать причины бытия. Бытие, раз оно есть, значит, оно причина самого себя, самодостаточная, и ни к чему не сводимое, ни из чего не выводимое. Есть и все. Вот поэтому слово «это вот вытие», оно используется фактически в философии для того, чтобы заменять слово «материя». Материя ни из чего не выводима, она есть и все. И вот ее самое простое определение, потому что все есть в материи, кроме того, что является отражением материи, самой же материи. Вот высокоразвитая материя в лице человека отражает бытие, и это уже будет отражение этой материи в голове, в сознании человеческом. Это тоже будет бытие, но отраженное, а это бытие насущное, так сказать, основное. Само слово «бытие» в философии было введено парменидом. Он говорил, есть только бытие, а небытия вовсе нет. И с ним, конечно, не согласились дальнейшим философы, прежде всего Гераклит, и после этого человечество пришло к учению о противоречии. А до этого, вот, так сказать, началось все, и это нормально для начала. Начинать надо не с противоречия, противоречия надо приходить, правда? Вот, есть, а дальше уже давайте разбираться. Ну, почему важно знать вот бытие? К примеру, вам нужно сдать, насчет экзамена тут сложнее, а вот вам нужно сдать зачет. Могу вам дать универсальный рецепт, как сдавать любой зачет. Задача такая, вот, а расскажите, вот, вы приходите ко мне, как к экзаменатору, так, я вам даю вопрос, который вы не знаете. Спрашиваю вас, что вы можете об этом сказать, что вы об этом можете сказать. Будучи, изучив вот эту тему, которую я только что начал. Вот учтите, что делает философ? Он говорит, вы берете так этот вопрос, смотрите, я знаю, что оно есть. Это же правильно? А еще, что вы знаете? А вы говорите, ну, мы же договаривались, один вопрос. Это же допрос, запрос. Все? То есть, насчет экзамена там два вопроса, там хуже дело. А с отчетом всегда. То есть, не может быть такого, что вы не сдали. Вот запоминайте. В том числе, вот, если я вас скажу, ну, что вы в этом знаете? А вы так мне скажете, а я знаю, что оно есть. И все, и я у меня, уже вы мне язык оторвали. Больше мне говорить нечего. Дальше как-то с вами бороться? Никак. То есть, студент должен себя защищать. Вот. А философия помогает, как бы, слабым защититься от сильных. И этот ничего сильного не может сделать. Скажет, все, вы ему ответили. Ну, как, действительно, допрос. Нельзя экзамен превращать в допрос. Что вы там еще спрашиваете, еще, еще. Все, вы ответили. Это зачет. Так. Философия существует всегда, иначе оно не было бы бытием, а зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно, закончено у парменида. И умопостигаемо. А вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, был Сократ. Сократ, как бы, предлагал рассматривать реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Это третья реальность. Она соответствует тому, что называется бытием. А в Средние века, который, который философия развивалась под гнетом религии, вопрос, постоянным вопросом был такой. Ответлять ли Бога с бытием, или поставить его выше бытия? Как бы вы ответили на этот вопрос, будучи в Средних веках? Бога отождествлять с бытием, или поставить выше бытия? Выше. А? Выше. Выше. А так он есть Бог? Ну, для них нет. Раз он есть. Ну, для людей религиозных есть? Да. Значит, бытие. Выше обещали выше поставить. А что тогда не сделали? Это вообще плохо. Обещали выше, обманули. Ну, то есть, люди-то будут обдумывать потом. Потом эти же религиозники, они же тоже, так сказать, свою логику имеют определенную. Правда? Незаром, так сказать, такая есть проблема. Вот Бог всемогущий, а может он создать такой камень, который не может поднять? Вот проблема, которую тоже, так сказать, никак не могут решить в религии. То есть, от этого можно отмахнуться и сказать, у нас не наука, а догмы, догматы. А кто вот догматы не соблюдает, тот кто? Еретик. Вот будете что-нибудь другое говорить, сожжем на костре. Сожгли же девушку одну? Как ее назвали? А? Не помните? Ну, кто возглавлял французов? Французов. Жану Дарк. Жану Дарк. Сожгли. За что? Да потому что не может, чтобы молодая девушка и такой великий полководец. Вот мужчина может, а девушка, дескать, не может. Раз не может, значит, ведьма. А раз ведьма, надо жесть. А если не здорово, то что не может? Значит, надо жесть. Вот и у нас тоже такая бывает история. Молодые девушки являются докторами уже, а думают, какие же они доктора? Не может быть, чтобы молодая девушка была доктором. Вы книгу пишете, нет? Да. Как название вашей книги? Ага, это как-то нет рассказания. Если нет названия, это не бытие. Как название? Будет название, это да? Есть книга уже. Название, это же целое. Книга, вот если есть ее название, это целое. А дальше вы развертывать будете. Уже целое есть. Потому что оно же дальше углубляется, расширяется, но не должны метаться. Вы выбрали какую-то тему и разрабатываете. Ну, хотите не про книгу, диплом, вы пишете свою выпускную? Еще не пишете? Вы ждетесь того, что вас возраст скажет, что срок подошел. Почему надо по сроку? Вы что, не знаете сейчас, что будет диплом? Поэтому сейчас напишите, и пусть он у вас лежит. А потом, когда подойдет дело сдачи, доработайте, потому что он же полежит, когда посмотрит, что такое написал. А это поправило, это поправило, это поправило. И никакой нервотрепки. Так что я вам очень даже рекомендую. Сократ. Сократ. В средние века отозревать ли Бога с бытием или поставить его выше бытия. В новое время гносеология вытеснила антологию. То есть не то важно, что там есть, нет. Надо учение о познании. Будем познавать то, что есть. И там выяснится. Гносеология. Начиная с Канта, вопрос о бытии составил необходимый момент всякой философии. То есть уже без бытия не мыслится никакая философия. Не разделяется эти. Гносеология – это же наука о том, что есть. О том, как о познании того, что есть. Поэтому гносеология не может быть отторгнута, отделена от антологии. Поэтому и кафедра такая – антология и теория познания. Вот они решили, что раз не может быть, то мы так и назовем. Вот вы различаете бытие и существование. Вот вы есть? А вы существуете? Да. И в чем разница? Ну, наверное, если разные понятия не различаются. Потом, ну, что такие вот музеологи? Они, как люди высокой культуры, они всякие отченки. Они различают. Не то, что вот грубо там топором отрубить и все. А вот все это так оборвать хорошо. Вы же хотели представить как раз, как представить. Так представить над вас, как представить то, что вы есть, или то, что вы существуете. Некоторые отвечают на вопрос. Его спрашивают, как живешь? Он говорит, существую. Бывает такое, да? Здравствуйте. Вот мы сейчас спросим. Тут у нас здесь... Значит, если вы ответите на вопрос, считай... Будет считаться, что вы не опоздали, а просто работали над собой. И как со свежими силами пришли, и вам остается на простой вопрос ответить. Вы различаете бытие и существование? Она не очень различает, но различает. Она тоже может работать в Министерстве иностранных дел. Там такие люди нужны, которые на любой вопрос могут дать ответ. Что сразу не подкопаешься. Не очень различает, но различаю. А в чем различие? Есть различие в этом? Это же не... Ну, какая вот категория более общая является? Даже вот так я поставлю вопрос. Потому что на самом деле есть категории более абстрактные, более общие, а более развернутые, более конкретные и так далее. Что вам? Бытие более общее. А что добавляет, если я скажу еще про существование? Что они просто есть, а я еще существую. Дело в том, что обычно это уже философия. Почему? Потому что люди, если на эту тему не думали, ответ на этот вопрос в голову сам не приходит. То есть это так вот с нахрапа не возьмешь. Почему? Потому что, вот скажем, у Гегеля в науке логики, в котором есть система категорий, бытие – это первая категория, даже чистое бытие, когда вот есть и все, и не спрашивайте больше. Вот есть и все. Это чистое бытие, свободное от всякой конкретности, всякой определенности и так далее. А существование – категория, которая появляется в учении о сущности во второй книге. И причем во второй книге появляются не сначала, а там сначала рассматривается. Кажемость, видимость. Вот вам, может быть, кажется, что вы есть? Это у вас видимость, что вы есть? Или нам кажется, что вы есть? Нам казалось, что вы есть, а потом вы пришли, и на самом деле вы есть. А что, вот когда здесь не было, вас не было, что ли? Вы же были? Были. Поэтому нельзя сказать, что вас нет, когда вы есть. Я и всегда была. Уже, так сказать, вы начинаете со мной бороться, что я уже не могу доказать, что вас тут не было. Я была. А вот что хотят люди сказать, когда говорят о существовании? Так вот, существование предполагает еще знание двух категорий. Что такое условие? Вот условие вашего бытия, питание. Не будете есть, не будете быть и ем. Правильно? Раз. Это условие, но это не сущность же ваша. Нельзя сказать. Вот сейчас реклама есть такая. Симпатичная девушка рекламирует напитки и говорит, я то, что я пью. Не видели в метро? Там вот иногда вот посмотрите, что люди тут пишут. Вы, наверное, не то, что вы едите. Правильно? По крайней мере, я думаю, что люди понимают, что более высокоорганизованный организм, они используют белки, которые созданы менее высокоорганизованными организмами. Вот, скажем, сами люди белки не вырабатывают, а перерабатывают одни в другие. А есть такие живые, есть такие живые предметы, которые вырабатывают белки из небелков, которые в этом смысле нас превосходят. Почему? Потому что мы с вами при всем желании и стремлении из воздуха, из воды, из минеральных солей и даже на солнечном, при солнечном свете вырабатывать не можем, кроме витамина Д. Но это уже не совсем, это не белок. Есть такие организмы живые, которые вырабатывают белки. Они только перерабатывают. Вот грибы вырабатывают белки? Нет? Нет? Нет. Они не вырабатывают. Они только перерабатывают. Поэтому они под березоки, под осенюки, это вот то, что всякие остатки растительные перерабатывают. Или там, как выращивают чемпиньоны? Ну, какие-то опилки. И вот они на этих опилках. И нам им ничего не нужен, никакой солнечный свет в подвале. Сначала они там прорастают, у них грибница, а потом понижают температуру, выскакивают грибы. И тут раз, и в магазин. Ну, так есть такие организмы, которые вырабатывают белки? Смею вам сообщить такую новость для вас, что это растение. Новость, надо сказать, застарелая. Потому что в школе вы изучали, что вот белки при помощи солнечного света в хлорофиловых зернах синтезируют с помощью воды и минеральных веществ, которые туда попадают, белки. И все живые, вот все животные, они уже на второй стадии находятся. В случае, на второй стадии, они есть благодаря растениям. И поэтому они, вот выполнено первое условие, это предпосылка, условия. Условия того, чтобы вы могли быть, это вы должны потреблять белки. А если вы не будете потреблять, вас не будет. Вот это жаль. Если меня не будет, это не жаль, так сказать. Ну, придет другой, у вас будут за экзаменами, а вот вас жаль. Так, берем, идем дальше. Второе, это надо, чтобы это не просто было, чтобы есть основания. На каком основании вот вы сюда пришли? Вот я пришел на том основании, что мне нагрузку дали на кафедре социальной философии, философии истории, и что я защитил в свое время докторскую степень, а потом еще получил ученые звания профессора. Вот, то есть, у меня есть основания преподавать. А вы-то на каком основании здесь находитесь? На основании. А? Что вы? Студент. Что значит студентка? На каком основании вы студентка? А? Хочу учиться. Молодов много, которые хотят учиться, но не все студенты. Вы-то на каком? Я не хотела учиться. А? На каком основании вы студентка? У нас сейчас многие себя за студентов выдают. Знаете, шатаются, правда, шатающиеся. Есть молодые люди, которые говорят, а их спросят, кто такие? А у тебя студент. ну вот вы то на каком основании студентка ну то есть вот то что вы на втором курсе это чем обусловлено как на каком основании сейчас на втором к курсе но вы на первую попали случайно часто почему здесь на второй курс вы поступали на второй курс но экзамены вот на основании успешно сданных экзаменов я и жду от вас а вы не хотите мне сказать упирайтесь изо всех сил я не виноват я спросил из на каком основании вы студентка простой вопрос у меня тоже сказать михалыч на каком основании вы нам преподаете я вам говорю я вот нагрузку получил на этом основании я вам преподаю вот директор курсе дело было хамедович курсе дело я его хорошо знаю и он меня хорошо знать вот так что но это недостаточное основание что друг друга мы знаем потому что эти нагрузки не будет я у вас не буду преподавать вот и все и основанием является то что этот курс находится где плане учебном плане как не на них специальности философия специальности вот вашей правильно и он называется так интересно философия . социальная философия вот те у кого курс назывался философия это наши друзья историки я у них преподавал курс обширный такой они все у меня были прошлом году и позапрошлом и счет у них этот курс стал онлайн и они стали какими студентами заочниками или очниками ну если вы смотрите на экране и потом заочники но это неважно что вы называетесь очниками по факту кто вы и то есть все наши очники стали заочниками в одночасье вот скажем на философском факультете философии преподает она уже других всех факультетах включая и ваш если написано просто философия все это заочник становится то есть вот мы сейчас с вами беседуем как и положено в университете потому что я не должен вам бежать мимо вас и зачитывать но я зачитаю и тогда кто буду профессор или диктор я могу хорошим голосом зачитать лекция 8 философская антология давайте запишем и так далее то есть смысл занятий в университете в том чтобы учесть конкретной аудитории конкретные потребности конкретных студентов потому что потому что кто у нас вот главная единица тот кто преподается или тот кто обучается университет создан для работы профессоров для учения студентов а все это вот для обучения студентов правильно поэтому работа профессоров должна быть и там доцентов приспособлена к нуждам студентов потому что от студенты каждый раз не бывает одинаковых студентов и поэтому но не и вот я уж тут преподаю очень давно с 71 года в университете преподаю только она в университете я 63 года нахожусь был и студентом и аспирантом и так далее так далее так далее но значит понятное дело что нету таких вот этих студентов которые были бы однотипные которых одни на одном так сказать вот я же спрашиваю вам про если на этот вопрос ответили пошли дальше если на этот вопрос не ответили мы должны разобрать его а если вы с экрана смотрите а потом идет проверка или вера или надя или люба нажмите кнопочку какая вероятность того что я правильно нажму 33 3 в периоде правильно то есть бесконечное такое 33 33 поэтому если я ничего не учил нас вероятностью треть одна треть я могу выиграть но поскольку вот этот курс был написан так философия социальная философия он не подпал и у вас осталась эта философия не это в очном виде они в заочном вот и все так так следовательно вывод существования и это бытие при определенных условиях а условия то без чего не может быть вы без воздуха можете слушать лекцию вот я преподавать не могу без воздуха а вы можете слушать значит это условие и некоторые не различать это не причина это не основание неужели это вот воздух это основание того что я читаю но это ерунда или это основание того что вы тут изучаете нет воздух является условием основанием что является а вот основание данного то есть то что представляет свою некую пару основание и основанное вот вы различаете основание основанное то есть удвоение производить. Не просто бы сие, а есть основание, а есть основанное. Фундамент дома это дом? А это основание. А вот мы сейчас на каком этаже? На третьем. На каком основании находится наш дом? На твердом. А если бы слабое было основание, мы бы рухнули все. Может, мы и погибли. Но у нас есть надежное основание. То есть всегда мы... Поэтому вопрос мой не праздный. На каком основании? На основании успешно сданных экзаменов и все бы ответили. Нет никаких никаких тут не может быть особенных вопросов. Все понятно здесь. Так. Ну вот, поэтому, когда говорят о существовании, уже копают более глубоко. И я иногда людей останавливаю, когда нужно им сказать, что что-то есть. Зачем вы говорите, что существует? Вы исследовали эти основания, условия. Вот зачем вы об этом говорите? Зачем применять более сложную категорию для таких простых вещей? Вот вы есть, и хорошо. Что еще надо? Нет, я существую. А раз существует, доказывайте, что вы существуете. Основными формами бытия являются бытие природы, бытие общества и бытие человека. Это же разные бытия, правильно? Бытие природы, ну, абстрактное бытие, как материя, бытие природы, бытие общества, бытие человека. В антологии, как в направлении таком философском, ставится и решается следующий вопрос. Обладает ли мир в своем существовании единством, и что является основой этого единства? Или другими словами, не может быть так, что вот мы сейчас вот возьмем такое расстояние, на которое достигает наши органы чувств, вооруженные самой современной техникой для исследования Вселенной. Вот представили себе это расстояние, да? Умножьте на два. Там сидит черт. Можете опровергнуть? Я специально умножил на два, чтобы вы не пытались опровергать, потому что вы инструментальным путем опровергнуть не можете. Поэтому вопрос остается, а там, вот мы еще. Вот видимая часть. Видимая такая, а мы же знаем-то про такой опыт, какой проделали слепые. Слепые подошли к слону. Их было несколько, а они, значит, каждый, один держит, нащупал хобот. Он говорит, я спрашиваю, ну, слон на кого похож? На змею. Другой, который на такую змею похож на удава. А тот, который за хвост держал, говорит, нет, он похож на гадюку больше. А сбоку, которые были, они, значит, вот кто-то, кто-то нахуй, говорит, это колонны такие, колонны. Ну, а кто вот прямо, говорит, в животу, тот сказал, он похож на бегемота. И так далее. И все разные. И все это связано с чем? Что будет? Вот, может быть, у нас такая вселенная, что вот здесь она так устроена, а дальше совсем уже не так. Откуда у нас такое представление? То есть нам приходится говорить о том, не только о том, что уже познано, а о том, что еще и не познано. И выдвигать и предположения, и доказательства. Правильно? Так. Является ли мир в своем существовании неизменным, или он постоянно изменяется и развивается? Вот вопрос. Следующий вопрос. Упорядочен ли мир в своем развитии и изменении? Подчиняется ли он каким-либо законам, или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Не надо там думать же это, понимаете-ка. Обладает ли мир в целом и в своих отдельных частях системной организацией, или существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от решения этих вопросов философские концепции разделяются на материализм, идеализм, манизм от слова «моно-1», плюрализм. Что такое плюрал? Множество, да? Плюрализм. Может быть, плюрализм истины? Нет, почему? Вы определение истины знаете, что такое истина? Вот я уверен, что вы не знаете. Не потому, что я о вас плохо думаю, а просто это не такая вот вещь, которая так вот любой сходу сформулирует. Что такое истина? Вот вы можете сказать, что такое истина? А вы за истину? Вы же на втором курсе университета Санкт-Петербургского, который выпускает президентов и премьеров. А так не получится, что вы будете и на пятом, и не знаете, что такое истина, и потом станете президентом или премьером, и страдать будет вся страна. А я должен не пропустить таких. Я стою на страже. Или не пропустить, или, по крайней мере, их подготовить, чтобы не было. Так что такое истина? Уже у нас не первая лекция, уже пора нам задаться. Это очень близко к истине, то, что вы сказали. Почему близко? Потому что вы взяли представление, а представление – то, что я выдумываю. представление. Вы знаете, еще я приду. У меня есть такое представление. У меня есть представление, что вы богиня. Я потом проверяю. Соответствует? Вроде и соответствует. Вроде и прическа соответствует. На солнце светится. То есть представление или понятие? вот истинное соответствие понятия объекту понятия а если человека нет понятия в веке только представление а вы сказать это я вам так сказала сказать а я вас представляю как крокодила который хочет нас есть на экзамене ну вот а чтобы я это вот а чтобы а вы не высказываете сокровенные свое а вы говорите что нет наоборот я представляю вас тоже так хорошо и здорово мы сейчас кто сейчас верит на слово никто не верит ну вот поэтому у нас не может быть доверие доверяй но проверяй потом мошенники тут сейчас кругом же мошенники это кто такие это люди которые втираются в доверие чтобы усугубить скажу так вот вы мой паспорт проверяли с чего взяли что я профессор попов откуда у вас такие знания пришел человек вы сидите я заглядываю смотрю сидят студенты преподаватель нет я пришел и сам преподавать а преподаватель так и не пришел а ну вот видите вы же проверили то есть вас на мекине не проведешь ничего скоро и вас увидим в интернете у нас он не поспоришь так детерминизм ин детерминизм все это такое вам понятно детерминин не слышали детерминанты еще так что такое это специально делает чтобы люди чувствовали себя как дурачками то есть такие умные я не знаю такие слова а вы дескать не знаете а вы не знаете значит вы не такая а я-то вот просвещенная вы не знаете этих слов детерминизм что такое это вот есть такое выражение детерминация с нагацией старое определение есть отрицание это спино заговорил определение детерминация детерминация что определяющим является детерминизм значит то что есть чем-то определено да еще это вытекает у вас родители есть значит предопределено то что вы родились вашими родителями и они они же вас и воспитывали и воспитали вас такой они воспитывали воспитывали а вы опоздали кто виноват родители как нет родители на вас и а вы не виноваты я вас вообще не трогаю у них говорю очень хорошо нет ничего вы пришли боролись можно я никогда я опаздывающих никогда не ругаю почему потому что человек боролся прийти не прийти и пришел а я же вообще не пришли и вот накинулись на того кто пришел закрадываться надо правильно что вы пришли я очень рад а вот очень опечален этим товарищем другие передайте им привет сказать вам привет от профессора по полу а не надо говорить ничего плохого привет то можно передать вот и детерминин без как ничего не определяется все случайно и что будет то будет придете вы не придете вот это вот то что они не пришли это чем-то предопределено может заболели они смертельно тогда да это уважительная причина или случайно знаете как вот сегодня приду не приду раз взял человека перебирал утром встал и начал подбрасывать если так упадет приду если так упадет не приду подбросил получается не надо идти лег спать и спит так пространственно-временные характеристики бытия вот вы различаете время и пространство вы сейчас в пространстве находитесь во времени и во время как различаете или вы не различаете про как нам свое время если мы идеологи что к нам пристаете с такими вопросами если вы времени не вот вы сразу сделали ошибку я рассказал что она есть а вы испортили вы испортили песню существует есть они вот сказали я про них знаю что они есть вот это а вы вот давайте учите лучше ну что то но вы хоть как-то представляете что такое пространство что такое время вот все изменяется это легко в это поверить вот вы изменяетесь я изменяюсь ствол изменяется потолок изменяется есть что-нибудь что не изменяется нету нас раз а что нас изменяется не не можете сказать что это значит мы еще впереди еще будем на эту тему говорить но мы сейчас забегаем вперед ну потому что вот попалась такая проблема изменение что такое вообще изменение что такое может объяснить что такое изменение будет я изменяется что такое уверенность что-то что-нибудь плохое а вы на себя наговариваете то есть у вас здесь когда-то хорошее вы изменились и стал вас все плохое зачем вам это так такое лучше вы не изменяйтесь тогда ну вот если вы давайте так рассуждать вот вы изменяетесь да сделаем упор на вы это вы изменяетесь вы тех всех на вас сделали вы вы изменяйтесь на басс вы изменяетесь если это вы значит вы равны и оставите самой себе в принципе вы такой изменяться что это уже не вы ухо это уже не права значит первый же вывод надо сделать shit ли вы изменяете что вы остаетесь равный самой себе потому что если вы остаетесь, это уже не вы изменять, вас уже нету, все, что вы со мной разговариваете, задавайте вот им теперь, меня нету. Я вот ей задал, она сразу изменилась и я уже не могу ей задавать вопросы, потому что она уже второй человек, третий человек, четвертый, пятый и так далее. То есть, во-первых, равенство с собой, вот это равенство с собой и называется протяженностью. Материя, природа равна самой себе, вот вы равны самой себе. А что, Вселенная не равна самой себе, изменяющейся? Она есть? Ну, раз она есть, она равна самой себе. А если она не равна самой себе, даже об изменении невозможно говорить. Как можно говорить об изменении чего-нибудь, которое не остается равным самому себе? То есть, в понятии изменений заложено, в смысле этого понятия, заложено, что оно обязательно остается равным самому себе. Когда вы изменяетесь, переходя с курса на курс, это не значит, что уже нет у вас. У вас, дескать, вот была первокурсница, ее уже нет. А вы ее замещаете? Вы на втором курсе. А что с ней случилось? Ну вы же уже не такая. Значит, это она, это не вы. Ну раз не вы, а почему вы фамилию такую же сохраняете? А документик это бы сдали, мы бы вам новую выдали. То есть, первый вопрос, мы с вами решили, значит, изменяется, это значит, остается равным самому себе. А второй вопрос, если он только остается равным самому себе, если вот вы только равны самой себе, тогда вы и не изменяетесь, правильно? Значит, изменение предполагает и второй момент, что вы не равны самой себе. А вот это неравенство с собой выражается категорией время. Вот и все. Я вам объяснил, что такое пространство, что такое время. Ну и пора бы уже и знать, вы уже взрослые, уже теперь знаете, что такое пространство, что такое время. Можно сказать, что вот философия, она нам ликвидирует некоторые пробелы в нашем образовании. Причем пробелы связаны не с тем, что это ошибки, а просто не все так постигнуть можно. Вот на известном уровне можно это уже понять. А до этого уровня надо еще дорасти. Я вас поздравляю, что вы с сегодняшнего дня знаете, что такое пространство. Это как бы называется протяженность, равенство с собой. И время. И время – это как раз вот эта характеристика неравенства с собой. Что это та же самая материя, она и не равна. А раз не равна, значит потекло время. Вот это означает, эта категория время и выражает. Время вас время меняет. Вы все лучше и лучше становитесь. Так, хорошо. Так. Значит, понятие материи прошло несколько этапов в своем развитии. Первый этап – этап наглядно чувственного ее представления. Это понятно. Второй этап – этап вещественно-субстратного представления, что материя отрезвляется с веществом, атомами. Вот почему иногда говорят, когда приходят и хотят купить себе ткань, говорят, ну, почем это материя у вас? Или материал, или материя, да? Вот, говорят, материя. Третий этап – формирование философско-гноциологического представления о материи. «Материя – то единое, что есть». Она… Вот про нее, например, Ленин написал, что это объективная реальность, которая дана нам в ощущениях. И некоторые товарищи думают, что это определение материи. А это неправильно. Почему? Дескать, вот Ленин написал, значит, правильно. Ну, вот он много правильно написал. Но не все, что он пишет, это определение. Это, может быть, высказывание о материи. Почему? Если это объективная реальность, значит, надо знать, что такое реальность. Что более простым является – реальность или материя? Какая категория более простая? Ну, материя – самая простая категория. Вот она просто то, что есть и все. Поэтому можно, если я даю определение, определять простое через сложное. Это правильно будет? Допустим, мне нужно объяснить, что такое твердое тело. Берем человека. Если он выпрыгнет из окна, он упадет. Это нехорошее объяснение. Надо объяснять сложное через простое. Почему? Почему надо объяснять сложное через простое? Потому что категория английские и их проще понять. То, что сложное – это можно предоставить из основного и из простого. Да, правильно. Вот вы очень правильно сказали. Сложное надо так и понимать, как сложное из простых. Раз оно сложное из простых, как же можно наоборот-то делать? Сложное только и может быть через простое, и через более простое объяснено. Так, а вот тут высказывание какое? Что это объективная реальность. Данное нам в ощущениях. То есть, чтобы знать, что такое материя, надо знать еще, кто такие мы. Раз нам. Еще знать, что такое ощущение. Не слишком ли много надо знать, чтобы знать, что такое материя? То есть материя более простая категория. Материя – это то, что есть и все. То единое, что есть – это материя. Так. Материя, как объективная реальность, обладает рядом свойств. Объективность. То есть, она существует независимо от того, сознаем мы ее, непознаем мы ее и так далее. Несотворимость. И неуничтожимость. Нет какой-то того, кто ее сотворяет, эту материю. Неисчерпаемость, свойств, существование во времени и пространстве, движение. А движение – это способ существования материи. Это любое взаимодействие, взятое в единстве со своим результатом, вызываемым изменением. Свойства движения. Можно такие назвать свойства. Движение – материальное. Первое. Второе. Движение – объективно. Третье. Движение – универсальное. Движение – противоречиво. А есть что-нибудь, что не движется? Ну, вы сейчас двигаетесь или нет? А как вы двигаетесь? Макс? А? К головой. К головой? Это да. А вы еще не… А вы же сидите еще… А вы… Вот. Вам напоминают, что мы с вами на большой крутили находимся. Поскольку Земля за 24 часа совершает полный круг. А вместе с Землей мы еще вокруг Солнца летим тоже. Но, правда, там не круг. Такая траектория. Но замкнутая, да? Поэтому мы и так попадаем в одно движение, второе движение. У вас голова не заболела уже от этого? Еще вы еще вот так делаете головой. Три движения сразу. Вокруг Земли, вокруг своей оси, вокруг Солнца. Еще головой. Еще ручкой надо писать. Еще дышать надо, между прочим. Глаза. Глазами надо моргать, потому что высохнут уже глаза. Движение-то идет, глаза-то высыхают. Или какой-нибудь другой нужен, какой-то смысл другой в том, чтобы моргать. А моргает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает? Так, что это значит, моргать? А если не моргать? Если возмутиться и сказать, не буду моргать. Все, буду вот на вас смотреть, не моргая. Чему это приведет? Я моргаю. А? А, конечно, моргать. Нет? Вот не буду моргать и все. Но, когда надо моргать, слезы. Пока правильно не ответите, а? Слезы могут политься потом. Да, слезы могут политься потом. Если человек уже упорствует, то организм, он как бы дает понять человеку, что это хорошо, что у тебя есть сознание, но с этим сознанием можно уйти далеко. И польется со слез. Поэтому никто, а если вот вы не будете дышать, вот вы возмутились там, тому, как я у вас какие-то вопросы задаю, то есть скажу, вот в качестве протеста дышать не буду и умру здесь вот на лекции. И посмотрим, что с вами будет, если у вас студентка умрет на лекции. Удастся вам покончить так жизнь самоубийством? Нет. В чем дело? Пусть такой хоть один случай, чтобы кто-нибудь прекратил дышать, он может задержать дыхание, но потом сдается. Ничего не получается. Почему? Потому что это тут скапливается углекислый газ, и уже организм, не обращая на ваше, так сказать, сознание, и на ваше настроение, и намерение, он, так сказать, сделает вздох уже непроизвольный. Самопроизвольно, а вы в этом будете уже не участвовать. В середине XIX века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи. Была создана классификация форм движения, которая включала механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное движение. Ну вот теперь, в связи с этим, я хочу вас спросить. Как правильно про человека сказать? Что человек биосоциальное существо, или про человека достаточно сказать, что это социальное существо? Как правильно вступить? Тем более, что в литературе можно встретить и такое, и такое. Как бы вы сказали? Био-социальное. Нам нравится, красиво, био-социальное. Я думаю, мы пойдем с вами дальше. Раз уже вы встали на эту дорогу, а вы, наверное, знаете, что вот кроме... Значит, то есть вы хотите сказать, что всякие человека – это еще и животные. То есть вам кажется, это красиво. Ну, хорошо. Это вы про себя или про меня? Я думаю, про меня. Как-то вам это не к лицу, а ну хорошо, пусть про меня. А если я биологическое существо, то ахимические тут идут процессы? После завтрака, после обеда там не идет. Переваривается пища, усваивается. Это химический процесс? Ну как? Химический, конечно. Да. Углекислая кислота вообще там находится в желудке. Там идут химические процессы во все. Так, а тем более мы с вами дышим. Вот вы когда дышите, это что такое? Это вы поглощаете кислород. А кислород куда попадает? С помощью легких и крови. Он попадает в клетки. И окисляется, и, так сказать, снабжает тканью, и там идет процесс обмена веществ химический. И оттуда выталкивается углекислый газ. А вы обратно выдыхаете. Но это не только вы, и я, и все остальные. Значит, химические. Поэтому я вам советую, раз уж вы вступили на эту тропу, назвать так. Человек – это химико-био-социальное существо. Красиво же? Да. Но поскольку химия связана с движением молекулы и формированием новых молекул из разных атомов, поэтому она, конечно, основывается и на физике. Ну, так сказать, движение атомов уже физика, правильно? И там имеется и электричество. Вот вы, наверное, знаете, что энцефалограмму можно снять. А это что такое? Это значит, вот у вас снимутся энцефалограммы, будут смотреть, какие сигналы электрические у вас в голове. Поэтому давайте назовем человека физико-химико-био-социальное вещество. Ладно? А еще вот вы, я заметил, вот вы так можете головой покачать, рукой двинуть. А это как? Это механику. Вот эта механика остается, даже когда скелет остается от человека, оттронешь вот эту висящую его, эту руку, которая там скреплена уже проволочками, кости проволочки, и все равно он будет болтаться так, и так рукой он вам помашет. Поэтому я предлагаю назвать, чтобы было вообще красиво. Механико, физико, химико, био, социальное сообщество. А то, не то, не все. Встали на эту дорожку и остановились. Разве социальные не включают в себя биологическое? Общество состоит из людей. Поэтому не получается, что дома сломательные, когда мы начинаем доказывать, что человек, он еще и животное. Здесь так ясно, что он животное. Потому что, а какое он животное? Если уж вы хотите на это обратить внимание, могли бы вы дать определение человека. Вы хоть знаете, кто такой человек? Ну, чтобы я хоть знал, я человек или нет. Про вас я не буду спрашивать, а то у кого-нибудь вывод получится неправильный, а потом вы обидитесь. Если вы про меня сможете сказать, что такое человек, это кто? Чтобы я к себе применил и проверил, человек ли я. А кто ходит, представляется людьми, а на самом деле черт его знает кто. Черти же тоже похожи на людей. Да. Так вот, определение человека кто-нибудь даст? Не, ну, я понимаю, вы будете пропагандировать, там, историко-культурное наследство, а вас спросят, а люди-то это кто? Человек-то это кто? Ну, вы скажете, что вы спрашиваете-то такое? Не надо такое спрашивать. Мы это не изучали. Ну, мы вот как бы в философии кое-какие, так сказать, пробелы постараемся ликвидировать. Которые есть. Так что, ну, согласитесь, что человек должен знать, что такое человек. Потому что если он будет доказать, что человек, это человек. Это как называется в науке? Тавтология. Его спросят, что такое ёлка? Ёлка, говорит, это ёлка. А, я думал, сосна. Это сосна. А бревно – это бревно. Так что такое человек? Что-то вы так додумались. Я думаю, что человек. И думаю, кто я? Ещё где я надо ещё? Ещё и где? Я на планете Земля. Это есть такой шуточный рассказ, анекдот. Один, значит, естествоиспытатель на воздушном шаре полетел, и воздух остыл, потому что шар был наполнен горячим воздухом. И он приземлился на неизвестном месте. А там какой-то человек работает на поле. И тот, который работал на поле, решил, что это инопланетянин. И вот тот, который приземлился, подходит к тому, а тот продолжает работать, как ни в чём не бывало, подходит к тому, который работает, и который совершенно не удивился, что сверху свалился какой-то шар, какая-то корзина, и он спрашивает. А вот этот человек, который прилетел на воздушном шаре, спрашивает, а где я нахожусь? Вот того, кто работает. А тот, кто работает, вы находитесь на планете Земля. Он решил, что это инопланетянин. Опустился. Ну вот мы, поскольку инопланетяне, мы должны знать, кто такой человек. Это не чрезмерное требование, правда? Что так хмуро сейчас смотрят? Это ничего тут постыдного нету, что человек, а человек это хорошо. Никто не хочет. Вот вы такое там что-то говорили, что это биосоциальное, что-то такое, какое-то существо. Но что такое человек, не сказали. Какое существо, это другой вопрос. А вообще определение человека. Ну, можно сказать, человек это звучит гордо. Ну, то звучит, то звучит. А как? Кто это такой? Кто это такой? Никто не хочет сказать? Так, ну это вот, давайте потихоньку разбираться. Это животное или растение? Животное. Животное. Уже продвинулись, другие еще не продвинулись. То есть это животное, которое обладает разумом. Речи. Речи, два, хорошо. Еще что-нибудь, что-то можно делать, нет? Разум и речи. Это вроде наш брат, интеллигент, вот вроде меня. Обладает разумом и речи. Все говорит и говорит, и еще за это деньги получает. Вот, а все остальные, которые еще что-то делают, они уже не должны ни за что деньги получать. Мы должны, поскольку мы люди, а все остальные не люди. Это комплимент мне, персональный такой. Действительно, вот вы человек, и вы и себе комплимент. Вы тоже, во-первых, обладаете разумом и речью. Вот я вас спросил, вы ответили. Вот мы с вами люди, уже хорошо, нам приятно. Компания людей собралась. А в эту компанию мы больше никого и не пустим. Ну, пока не пускаем, поскольку ничего другое не названо. Ну, вот научное определение человека такое. Это, во-первых, общественное животное, а не просто животное. И оно исторически появилось, как от общественных животных из них родилось. Во-вторых, это трудящиеся животные, трудящиеся. Труд создал человека. Ну, конечно, я могу спросить, что такое труд, и опять у нас начнется та же самая история. Мы пока оставляем это без рассмотрения. Трудящиеся, говорящие и разумные. И это в таком порядке. Потому что для того, если это животные общественные, то такие есть животные, как пчелы. Это общественные животные, правда? Мы с уважением к ним относимся. С таким уважением, что мы все время у них забираем мед и подсовываем им какой-нибудь сахар. То есть, это не считается. Нет? Не подсовываем. У нас есть на такие. Хорошо. Мы оставляем им мед, но значительную часть забираем. Дескать, это наше. Потому что мы вам делали эти домики, разделение труда. Мы за вами ухаживали, ловили ваших этих самых рой и так далее. И вообще рамки вам ставим. Короче говоря, как-то делим потом продукты. Это вам, а это нам. Причем не спрашивают. Там никакого голосования. Их много, этих пчел. Чего они будут голосовать? Это будет очень долго. И поэтому тут диктатура того, кто держит пасеку. Он сам решает, сколько оставить пчелам, а сколько оставить. Но он разумно решает. Потому что мало оставит, пчелы умрут, и он останется без меда. Поэтому он так все время, вот как наше правительство, оно все время так старается прожиточный минимум держать, чтобы народ-то не вымер. Потому что если народ вымерет, кто же будет работать? И правительство упадет тогда. Значит, поэтому трудящие, значит, общественное раз, трудящиеся два. А в труде нужно взаимодействовать. Поэтому говорящие. Нужно обязательно рождается язык из этого общения. Говорящие и разумные. Потому что разум уже опирается на существование языка. Потому что передать можно только то, что выражено в понятии. А если я не могу это выразить в понятии, то не могу передать другому человеку. Поэтому и разумные. Разумные. Так. Уже мы знаем, что такое человек. Очень много знаем мы. Очень много знаем. Столько много знаем. Существуют две основные теории, объясняющие сущность, пространство и времени. Субстанциальная и реляционная. Дескать, с точки зрения сущности субстанциальная. И с точки относительной, дескать. Субстанциальная теория уходит корнями к демокриту. По его представлениям мира это атомы и пустота. Но именно Исаак Нигетон в своей знаменитой книге «Математические начала натуральной философии» ввёл господствующий в науке до начала XX века понятие пространства и времени, известное как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство это универсальное вместилище себя и всего существующего в мире. Оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему всегда остаётся одинаковым и неподвижным. А абсолютное время предстаёт как универсальная длительность любых процессов и во Вселенной. Оно само по себе без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно. С точки зрения этой концепции абсолютное пространство время и материя представляет три независимые друг от друга сущности пространство, время и материя. Среди учёных, которые не соглашались с Ньютоном, был Лебниц. И лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, учёные задумались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относительными. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века, после создания Альбертом Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья неизвестного ещё тогда Альберта Эйнштейна к электродинамике движущихся тел, в которой были сформулированы основы специальной теории относительности. В 1916 году совсем недавно уже была создана общая теория относительности. Вывод свойства пространства и времени зависят от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. То есть нельзя пространство и время брать как какое-то независимое от материи вместилище. Есть материя на самом деле, это её характеристики. Общие свойства пространства и времени объявляют всеобщность и противоречивость. Вы что-нибудь знаете непротиворечивое? Кто-нибудь здесь присутствующих может найти? Я ещё такой вопрос не задавал. Что-нибудь непротиворечивое могли бы вы сформулировать или назвать, показать, указать? или всё противоречиво? Просто беда. Куда не глянешь, всё противоречит. Но вопрос «Глядывая предмет или событие, что была не вся она будет разниться, поэтому это противоречивое предреждение. То есть всё противоречивое от того, что было бы для всех одинаково. Ну, так всё противоречивое или не всё? Мне кажется, что всё. А? Мне кажется, что всё. Всё. Вам кажется или вы знаете, вот все ваши слова на самом деле это философские категории, потому что вот если вы откроете учение о сущности, сначала сущность берется, сущность, которая снятая бытие, как бы мы в глубину пошли, но на поверхности различаем то, что существенно, то, что несущественно. Это получается внешнее различие, то есть как бы опять бытие. На самом деле это вот существенно, это кажимость только. Но это кажимость самой сущности, то есть это выражение ее сущности глубинного. Сущность глубоко, она появится к кажимости, а вы говорите, мне кажется. То есть это вы можете тартовать не негативно, что вам только кажется, а позитивно, что мне кажется, потому что я усматриваю это в сущности, Что все противоречиво. Можно это опровергнуть вас? Никак, невозможно. Все противоречиво. Нет таких примеров, никто не может привести пример чего-либо непротиворечивого. Почему? Ну, первое, что приходится, раз все изменяется, оно равно самому себе и неравно. Вот и все. Сразу противоречие, бросающиеся в глаза. Оно хоть и бросается в глаза, но его сформулировать не могли люди очень долго. И застревали в антиномиях. Противоположные утверждения и, значит, нет. Значит, и то неверно, и это неверно. А на самом деле надо взять их в единстве. Два противоположных утверждения. Вот вы равны самой себе. Это первое утверждение. Это правильно? Правильно. Вы не равны самой себе. Это правильно? Правильно. Так вот, надо совместить оба эти определения, оба эти утверждения, и оба эти. Они характеризуют одно. Противоречие вашего изменения. Правильно? А противоречие вот так и выражается, как с одной стороны одно, а с другой стороны прямо противоположное. Почему? Потому что противоречие – это единство, борьба противоположностей. Так, свойства пространства – протяженность, трехмерность, изотропность, однородность. А свойства времени – длительность, необратимость, одномерность, однородность. А что значит необратимость времени? Какой смысл она имеет? Откуда выведена необратимость времени? Почему бы мы не пойти назад? Сейчас вам не надо, чтобы вы пошли назад, но если вам будет уже за 40, то, может быть, вам бы и так, назад немножко, 90 лет на 10, и неплохо было бы, да? Да? Ну, как, есть шанс у этой обратимости? Нет? Не, ну там натягивают, там это, но это необратимость времени, это другое. В чем дело? Значит, вот, движение идет от простого к сложному, развивается. А раз оно идет от простого к сложному, поэтому сложное включает в себя простое. Вот, понимание движения как развитие означает и эту самую необратимость. Вы же развиваетесь. То есть, если двинуть все назад, это значит, вы будете деградировать. А от сложного будете переходить к простому. А иначе тут ничего другого не может. Поэтому, скажем, люди эту проблему легко решают в обществе. У них появляются дети, которые на них похожи. И которые доделывают или делают то, что хотели родители. А потом у детей появляются дети, появляются внуки и так далее. От них не отобьешься, пока им не объяснишь. И так далее. И идет это развитие. Более того, все поколения передают свои знания следующим поколениям. Это каждый индивид, он смертен и ограничен. А общество, оно смертно? Нет. Оно по природе свое, оно бессмертно. И бесконечно и вечно. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы, дорогие товарищи, принадлежите к обществу. Хоть вам не понравилось, что вы общественный человек, вы сразу начали делать био и прочее. А вот если социальное берете существо, ваша сущность социальная же, то вы по сущности, по сущности вы конкретно, по сущности, бесконечные и вечные. С чем я вас и поздравляю. Перерыв. Это же приятно чувствовать себя. Бесконечные и вечные. Все хорошее, что вы сделаете в области мудеологии, останется на века. Перерыв. 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 Перерыв.